Франшиза Трансформеров изначально была очень спорной. Остались фанаты, которые сохранили ей верность, однако большинство критиков и среднестатистических зрителей уже устали от преобладания надоедливой графики над сюжетом. И всё же в своей сумме франшиза набрала свыше 4 миллиардов долларов, доказывая, что эти фильмы всё же смотрят. Ну, или во всяком случае смотрели. В 2018-ом Paramount объявили о своих планах на Трансформеров 7. Так почему же студия прекращает, наконец, серию, которая трансформировала детские мультики в миллиардные блокбастеры? Ответ может удивить вас. Презрение критиков и финансовые проблемы Ни одна студия не захочет несколько лет подряд вкладывать миллионы долларов в фильмы, которые подвергаются негативу со стороны критиков. И пусть эти отзывы не всегда влияют на сборы в кинотеатрах, в случае с Трансформерами Paramount наблюдает динамику снижения окупаемости фильмов. Уменьшение рейтинга от фильма к фильму на Rotten Tomados – это серьёзная проблема. Возможно, среднестатистические зрители соглашаются с критиками и постепенно перестают ходить на новые фильмы франшизы. Для подобного рода блокбастеров негативные отзывы довольно редки, однако на Трансформеров с каждым годом приходит всё меньше и меньше людей. – Я не знаю, что ты спрашиваешь, но я не хочу ничего с этим делать. Так, спасибо. Ты никогда не видел меня. У меня есть байкл. Третий фильм серии Месть Падших собрал 402 миллиона в домашнем прокате в 2009 году, но получил негативные отзывы и дальнейшие продажи билетов начали падать. Создание таких фильмов – так скажем, не дешёвые удовольствия, поэтому падение продаж на 100 лямов с каждым новым фильмом привело Paramount к переоценке ценностей. Это мировая франшиза и удручает то, что в 2017-ом Последний рыцарь собрал на 500 миллионов меньше по миру, чем, скажем, эпоху истребления в 2014-ом. Good bye, Bay! Не так много людей справится с режиссированием такого дорогущего проекта. Для этого надо обладать немалым опытом, навыком лидерства и грамотным планированием. Вот почему нравится он вам или нет, студия уважает работу Майкла Бэя. Он уже очень давно пытался отколоться от этой франшизы, но Paramount продолжала делать ему щедрые предложения, от которых он не мог отказаться. Но в 2017-ом он официально покинул франшизу. Без Бэя студия просто не могла найти правильного режиссёра, который гарантировал бы успех производства блокбастера такого уровня. Извилистая история С лёгкостью можно сказать, что франшиза Трансформеров никогда не была супер-логичной. Ну, в первом фильме хотя бы сюжет простой и элегантный. Парень обнаруживает, что его тачка – это инопланетный робот, и он вместе с девушкой отправляется в крутое путешествие в поисках магического куба. Достаточно необычно и легкомысленно. Поэтому и сработало. А дальше больше. Бэй и его сценаристы устроили такой замес, что для этого надо быть подготовленным. Месть падших вернула Оптимуса Прайма к жизни с помощью древнего кинжала, зарытого в песке. Потом в тёмной стороне Луны мы узнали, что десептиконы ждали момента вторжения на Землю десятилетиями, а всё это время просто тупо сидели на Луне. Эпоха истребления закинула сюжет ещё дальше в прошлое и рассказала о доисторических динозаврах Трансформерах. Последний рыцарь показал Бамблби в роли ветерана Второй мировой, а герой Шая Лабаффа оказался потомком рыцарей круглого стола. Но-но. – Это я, Мерлин. – Звездор? – Помнишь меня? – Рыцарь! Куда сценаристы додумаются закинуть сюжет на этот раз? К счастью, ещё дальше им уже не зайти. Разнообразие проектов Франшизы были придуманы для того, чтобы развивать одну и ту же успешную историю годами, но проще сказать, чем сделать, и Трансформеры тому доказательство. Их мерч и фигурки неплохо разошлись по рынку, однако в других сферах им не везло. Они выпустили весьма так себе серию комиксов, в то время как видеоигры собрали в лучшем случае средние отзывы. Никто в них особо не играл. В то же время Paramount немало вложили денег в другие фильмы, которые широко известны и уже запланированы на 2019 год, а это сулит им хорошую прибыль. На данный момент мы ожидаем продолжение Топ Гана, лучшего стрелка, новый перезапуск Терминатора и киноадаптацию Соника. И всё это – высокобюджетные фильмы по востребованным брендам, пусть и по-своему рисковые. А вот выкидывать бабло на высасывание Трансформеров из пальца Paramount явно не собирается. Гамбит Бамблби Paramount также может придержать Трансформеров 7 на время, пока не получит результаты продаж приквела про Бамблби. Чисто технически это Трансформеры 6. Это можно считать последней надеждой франшизы и она в хороших руках. Трэвис Найт – талантливый режиссёр, который подарил нам великолепный мульт Куба Легенда о Самурае. Если фильм зайдёт, то это даст Paramount повод немного подождать и запланировать следующий фильм уже после этого, а если провалится, то это станет последней каплей, которая потопит всю франшизу. Время для перезапуска Перезапуски франшиз в последнее время стали популярны и успешны, а ребут Трансформеров может убить всех зайцев сразу. Это очистит его крайне неуспешную историю провалов и заслужит шанс на старт с чистого листа. К тому же это докажет, что Paramount готовы учиться на своих ошибках. Критики тоже могут оценить этот смелый шаг, если студии хватит мозгов, юмора и рук из того места. Перезапущенные Трансформеры могут стать франшизой, которые всегда должны были стать. Той самой, которая завлечёт в кинотеатры почти всех людей на планете.